здесь сзади на впускной коллектор вот с этой стороны еще есть крепление на кронштейн который блок поддерживает там головка на 14 один болт откручиваем его и снимаем топливную магистраль которая в рамку входит открутить и открутил аккуратненько там резиночка стягиваем колечко уплотнительно и отводим в сторону чтобы она не мешала нас вроде бы вроде бы так то все отключили так проводка здесь еще вот один разъем у нас и 1 вакуумная трубка также отключая отключаем оба патрубка печки и верхний и нижний остается вакуум у нас остается на блоке пробуем снимать подкрутил кронштейн там и поднимал не нормально выработки вообще не чувствуется нагар какой неравномерный здесь как раз масло текло и тепло оно хорошо в четвертом цилиндре что она даже нагорать не успевала она мягкая здесь здесь вот нагар жесткий в этих двух цилиндрах примерно такой же чуть-чуть послабее а здесь вот просто масло летела четвертом горшке выдернул шатуны у них у всех шатунов прихвачены вкладыши вкладыши мы не брали сейчас началась суета беготня в поиски по наличию ни у кого нету одни ребята там сказали сейчас если успеет возьмем ладно чистим поршня маслосъемные кольца здесь выработаны они вроде бы двигаются не закоксованы но не полностью обжаты функцию свою они уже не выполняли меняем вот почистил поршень один для сравнения сейчас ставим на него новые колечки и продолжаем все остальные чистить точно так же номер колечек сейчас покажу оригинальные honda ikea 23040 2950 комплект на 4 поршня вот такие маленькие устанавливаем ну что устанавливаем сначала маслосъемной устанавливаем вот эту лапшу сильно ее не растягиваем аккуратненько заводим на место стараемся все делать в разные стороны вот где разрыв ставим его сюда вот этот разрыв ставим со стороны пальца на низ а верхний разрыв ставим с другой стороны пальца для чего чтобы масло умело меньше возможности куда-то убегать второе кольцо у нас идет атакуют компрессионные здесь вот бортик есть этот бортик устанавливаем вниз с кольцами аккуратненько чем они меньше тем они хрупче можно легко его сломать все второе поршневое мы вводим сюда первое поршневое вот такой идет здесь тоже у него есть пазик этот пазик идет вниз устанавливаем вот таким образом все поршень мы зарядили так вот это получается сюда это получается сюда а маслосъемные в разные стороны делаем дальше канавки сломал компрессионное кольцо и канавки вот так вот прочищаем прочищаем и продуваем он на грязь она уходит и канавки остаются чистой продолжаем вот собрал четвертый поршень почистил его одел кольца вкладыши новые приобрели 025 номер вкладышей вот он 23060 029 12 это шатунные 025 вкладыши мажем кольца и поршень чтобы установим все скользило сразу было смазано также мажем вкладыш и мажем крышки нижней крышки тоже вкладыш мажем берем оправочку вот такая оправка надеваем на поршень и затягиваем ее кольца сместились поправим и устанавливаем берем молоток ставим как снимали замок вперед и не сильными ударчиками так вот чувствую чтобы кольцо поршневое нигде не попало чтобы не сломать его все вот таким образом устанавливается поршня теперь ставим снизу крышку и затягиваем ее поменял два колпачка дубовые напрочь ногтем не прогибаются вообще пластик рассухарил третий клапан такие у меня щипцы для колпачков маслосъемных такая же картина вообще задубели и этим же щипцами ставлю на место иначе что-то так же иначе что у нас что-то что-то как-то Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь простукиваем каждый клапан по чуть-чуть молоточком. Продолжение следует... И ставим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим прокладку... Устанавливаем прокладку... Прокладка здесь вот такая... Она из ремкомплекта... Как и колпачки и сальники... Момер ремкомплекта сейчас покажу... Вот такой вот ремкомплект... Ремкомплект... Фирма Портсмайл... Номер ремкомплекта... Видно? Оригинальный номер 209-10-02-H00... Это по оригиналу... А по Портсмайлу он идет... ПФА-N077... Это по Портсмайлу... Вот так... В комплекте прокладки... Сальники... Кольца... Уплотнения... Полностью... И недорогой... Устанавливаем головку... Так... Все... Головку поставили... Теперь мы ее... Затягиваем... Вернее... Не затягиваем... А для начала... Мы ее... Наживляем... Протираем болты... Помыли... Протираем... И мажем резьбу... Мажем резьбу... И мажем шляпку... На шайбе... Для чего мы это делаем... Чтобы... При затяжке... У нас... Меньше усилия... Уходило... На болты... Чтобы они скользили... И затягивались... Шесть болтов сделал... Делаем остальные... И будем протягивать... Ну вот... Болты... Вкрутил... Затягиваем... Мы... От середины... Берем... Предварительно... Мы подтягиваем... Затягиваем... Потом... Идем... По диагонали... Вкрутил... Берем... Вкрутил... Вкрутил... Субтитры сделал DimaTorzok На первый раз прошлись, проходим еще на раз и уже подтягиваем на чистую Можно динамо, я динамо не тяну, я тяну руками Прокладка здесь рубленая, металлазбистовая, не металлическая, поэтому сильно до безумия тянуть не надо Субтитры сделал DimaTorzok Прошелся на второй раз, проходимся на третий раз И этого уже будет достаточно Дальше Все, головку затянули Теперь устанавливаем воздушный коллектор Потом устанавливаем выхлопной коллектор Устанавливаем клапанную крышку Поменял масляный фильтр Сразу поставил новую, чтобы потом не подлазить его Поставил прокладку, почистил посадочную Ставим выпускной коллектор И сразу поставим новую прокладку снизу Ну все, закручиваем коллектор Здесь 9 гаек, головка на 12 Установил выпускной коллектор Затянул его Поставил экран Установил впускной коллектор Верхнюю часть Проводку подключил Поставил ремень ГРМ Вот как я и говорил По метке, которую я нарисовал Относительно отлива на блоке И точки на шкиву распредвала Вот совместил их Также здесь Относительно родной метки Сейчас она у меня еще не натянута Сейчас, секунду Относительно родной метки Сейчас еще ремень не натянут Отпущу ролик Он натянется И вот точку я ставил по старому Ремень, когда снимал По старой маркировке внизу Так, ну Берем Головку на 17 И ослабляем Ролик Вот ролик мы ослабили Теперь можно брать ремешок Чуть-чуть прокручивать шкив И зажимаем ролик Одной рукой неудобно Поэтому сейчас натяну Ну все Натянул Установил Проверил Все стоит по меткам Устанавливаем вот эту Звездочку Считывание оборотов Положения холенвала И ставим пластиковые кожухи И нижний, и верхний Поставил Пластиковую защиту Ремня Поставил ее сверху Затянул Закрепил проводку Теперь устанавливаем подушку Вот такая вот Вычурная подушка Заводим ее на место Для этого мы Отодвигаем Бачок В сторону Закрепил проводку И поддомкрачиваем Двигатель Вот подушку нажавил На три крепления Которые к кронштейну Теперь Опускаем Двигатель И ставим на место По посадке На ланжероне Ставим поддон Протер Сейчас обезжириваем Обезжириваем Вот таким обезжиривателем Которые клеики С色... Которые клеики Продолжение следует... 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 Продолжение следует...